В России набирает обороты седьмая волна коронавируса. За сутки госпитализировали около 600 человек. COVID-19 для нас стал обыденностью, вследствие чего многие люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Именно это и стало поводом начала новой волны коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что у нас была возможность эффективно прививаться, ограничивать хождение хотя бы старых вариантов коронавируса популяции, мы этого не делали. И если говорить о России, сейчас, можно сказать, страна опять находится в состоянии непривитом. И несмотря на то, что хотя вакцина прежнего типа не слишком хорошо защищает от возможности нового заражения, она по-прежнему хорошо защищает от тяжелых каких-то последствий. Название нового штамма Кракен ужасает, но по прогнозам это будет не страшнее прошлых наплывов коронавирусной инфекции. Для Кракена характерна температура около 38 градусов, боль в горле, сухую кашель и недомогание. Главная опасность нового подвида коронавируса заключается в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма. Специалисты утверждают, что для защиты своего здоровья необходимы следующие действия. Можно надеяться на свой собственный организм и всемирно ему помогать при помощи разнообразных способов. Ну, например, это правильно и полноценно питаться, это поддерживать режим дня, высыпаться и так далее. Все это делает нашу иммунную систему более активной, чем если бы мы кушали все время одно и то же и что-нибудь вредное и при этом еще и не высыпались никогда. Отметим, что Кракен устойчив к защите и даже вакцинация не дает 100% гарантии. Однако при заражении болезнь протекает в легкой форме. Его высокая способность передаваться от человека к человеку означает, что тяжелых последствий от Кракена станет меньше. Выполняйте все меры безопасности и берегите себя.